здравствуй дорогой друг шалюта в эфире сегодня выпуске налог на нужды армии масштабное контрнаступление украины безвиз с грузией и в самом конце видео мы с тобой немножко поговорим будет новый формат начнем как обычно с самого начала налог на нужды армии в государственной думе российской федерации начали обсуждать интересный законопроект наши законотворцы хотят ввести налог один процент на все увеселительные заведения все бары рестораны клубы весь общепит 1 процент от общего оборота заведения которые будут уходить на помощь мобилизованным депутаты выразили мнение что сторонники украины в россии окажутся затруднительном положении потому что все они любят отдыхать гулять веселиться бухать но при этом любое посещение любого заведения в россии автоматически будет обеспечивать армию российской федерации в целом инициатива довольно интересная меня как владельца общепита у меня свой бар она очень заинтересовала и касается непосредственно и в целом я ее полностью поддерживаю один процент от оборота это не такая большая сумма если она действительно пойдет на нужды нашей армии на помощь семья мобилизован вот только у меня как у предпринимателя возникает один вопрос как это будет регулироваться и что будет с этим законом как это будет прописано в законе когда свого закончится он просто автоматически отменится если да то вопросов вообще никаких нет а если он продолжит действовать то куда в таком случае будут идти эти денежные средства в остальном закон не нравится что вы об этом думаете пишите в комментариях масштабное наступление украины буквально на днях примерно в 10 вечера в москве весь рунет взорвался украинцы начали контрнаступление правда оказалось оно весьма виртуально летели тысячи сообщений что на орловском направлении применилась схема оружия что бахмуте прорваны фланги запорожье вообще уже всех победили и вообще украина идет уверенно вперед везде видят эту вот американскую западную технику и вообще они уже нас побеждают разгонять эту панику начали сначала военкоры и некоторые блогеры потом ее подцепили абсолютно все и в данной ситуации лично я призываю мвд российской федерации обратить на это внимание выделить каждого такого активиста взять за шкирку привести в отделение и выяснить какого черта он делал потому что по факту на следующее утро оказалось что это фейк и ничего подобного не происходило то есть по сути это был спланированный масштабный информационный вброс зачем это было сделано естественно с целью дестабилизировать ситуацию внутри россии задизморалить население посеять паник я еще раз повторюсь зачем они это делали возможно они это делали потому что просто тупые хайпожоры очень давно ничего не происходило на фронте конфликт идет очень сильно вяло такой найти вялотекущий повседневный никаких острых новостей нет и они решили просто вот сделать этот сброс а возможно этим негодяям заплатили заплатили кто заплатили в ссу заплатили зачем чтобы посеять панику внутри россии каждого из этих паникеров каждого из организаторов от этой суеты нужно проверить и в будущем такого нельзя допускать сейчас до конца этого месяца абсолютно в любом случае будет идти противостояние и противостояние будет идти непосредственно не на поле боя под основным ударом будут не наши бойцы противостояние будет идти в информационном поле и под удар будут попадать простые граждане россии цепсо снова взялось за свою работу поэтому пожалуйста каждый раз когда увидите какую-то информацию в интернете которые вызывают у вас эмоцию делите эту информацию на 10 перед тем как что-то писатель кому-то что-то скидывать подождите хотя бы 30 минут нужно остыть и подумать и дождаться официальных заявлений нужно понимать то что у украины сейчас там о поле боя ни хрена не получается мы об этом более подробно поговорим в самом конце этого видео но сейчас даже зеленский заявляет в интервью зарубежному изданию то что извините пожалуйста нам для контрнаступления нужно чуть больше времени мы еще не готовы получается зеленский запутался с их показаниями то ли контрнаступление вот сейчас вот-вот начнется то ли она блять уже началось и уйдет по плану просто вяленько-вяленько так-то раскачивается контрнаступление это оказывается не быстрый марш-прошток да а это мероприятие которое может идти на в течение двух-трех месяц а сейчас говорит да не какой он контрнаступление мы к нему пока еще не готовы нам надо еще маленько подготовиться ну блин серьезно и на этом фоне в интернетах вот такая вот волна посмотрите забавное видео про гроши не треба гроши она работа я не можу на цех роботах всеми мизерными зарплатами эта девушка отлично олицетворяет всю украину торпеда задниц маленькой разрядим обстановку соединенных штатах в америке мужик пошел на мрт кто не знает мрт это такой большой аппарат который основан на магнита очень мощных магнитах и этот недалекий пошел на мрт с анальной пробкой в задницу а кто не знает что это такое загуглите в общем что произошло заявлялось что эта игрушка сексуального характера она на сто процентов сделана из силикона поэтому пострадавший решил что как бы ну это отличная идея взять силиконовую игрушку вставить себе в жопу и пойти на мрт ничего страшного не произойдет а оказалось что производитель немножко слукавил и внутри силиконовой игрушки был металлический стерж и значит когда аппарат мрт включился а он я так понимаю был в районе его грудной клетки либо в районе головы игрушка которая находилась у него в заднице под действием магнитных пол магнитного притяжения с неожиданной динамикой начала двигаться из жопы в его грудную клетку целом она там и остановилась ситуация почти все абсурдное мужик чудом выжил у него разрыв внутренних органов и теперь он будет судиться с производителем игрушек единственный реально вопрос что в голове у человека что он с пробкой в заднице пошел на мрт какие у него были планы на вечер что происходит с этим миром почему нужно было держать эту затычку непосредственно именно там столько вопросов так мало ответов едем дальше россия вела без виз с грузией провокация со стороны россии которую грузия никак не ожидала президент грузии она реально в шоке россия без объявления войны без объявления претензий без предупреждения какого бы то ни было отменила все визы для всех грузин и говорит пожалуйста приезжайте к нам едьте как хотите сколько хотите и находитесь в россии столько сколько вам нужно и отменила все ограничения на полеты самолетов в грузию подло подло безусловно каждая страна в адрес каждой другой соседней страны должна делать такие провокации постоянно на самом деле ситуация это абсурдная президент грузии считает это провокацией в тбилиси на улицу реально вышли люди которые вышли на протесты и реально протестовали с транспарантами против того что россия вела без виз против чего они протестуют им открыли дверь они такие закройте ну идиотизм просто идиотизм в итоге конечно президент грузии очень сильно недовольна ситуация неожиданная в ответ на эту провокацию грузия вела для россиян трехмесячные визы ну так что друзья поедем отдыхать грузию или нет опять ситуация довольно забавная потому что грузия это та страна где у нас с президентом очень плохие натянутые отношения при этом в правительстве грузии россии очень сильно поддерживают граждане грузии россию любят россии гражданам грузии относится исключительно хорошо очень много семей у которых везде и там и тут есть родственники и как бы отношения между россией и грузии логично должны были налаживаться грузия одна из всех стран которая не присоединилась к санкциям велась абсолютно корректно и не стала открывать второй фронт хотя предпосылок для этого было довольно много так что отношения налаживаются дай бог скоро и в грузии для россиян визы отменят но согласитесь программисты в грузии которые часто приехали из россии не так маленько напряглись потому что получается визы россиян грузии внутри не было они туда все бежали вот эти вот либерахи программисты прочие кто просто из россии сквозану туда на работу на работу а и получается надо виза оформить а если не получится то их получается депортирует а что будет через три месяца виза закончится и она будет переоформлять а какие законы а какие правила либерахи в неожиданном положении опять европейский союз заинтересован в войне с россией жозе баррель высказался евросоюз знает как покончить с войной на украине но это не в наших интересах бам пара пам пам жозе баррель официально впервые признал что европа целиком и полностью поддерживает войну на украине то есть все заявления евросоюза о том что они хотят мира стремятся к миру то что они поставляют оружие во имя мира оказывается это был фарс и ложь ничего себе это что получается они оружие поставляли в украину не ради мира ради войны если кто-то думает что это не так то жозе баррель потом пояснил я знаю как покончить с войной немедленно я прекращаю оказывать военную помощь украине и украина должна сдаться через несколько дней все война окончена украинцы еще с лицом это что получается жозе баррель признал то что украина полностью на дотациях от европы это что без поставок из европы вы загнетесь через два дня ничего себе как неожиданно опять высу зачищают своих украинцы американским вооружением в виде хаймарсов попытались убить пленных солдат которые находятся в россии они нанесли удар по зданию где находились военнопленные здание естественно определенным образом пострадала моментально по всем зарубежным сми и по всем газетам разлетелись заголовки о том что вот смотрите россия терроризирует украинских пленных и пытается от них избавиться пытается их всех ликвидировать и просто вообще опять нарушают вот эти вот все военные законы ваши значит только это случилось говорят россия обстреляла саму себя хочет погубить ничего не повинных высушников вот такие россиянцы негодяи а потом фигакс выходит заявление то что в результате атаки ни один военнопленный не пострадал и даже более того ни один военнослужащий российской федерации не пострадал то есть мы сами себя обстреляли сами себя победить не смогли и даже взорвать заключенных которые мы как бы стремились их взорвать тоже взорвать их не смогли провокация не удалась украинцы опять пытаются всех обмануть зачем пишите в комментариях инфоповод реализован категорически неудачно стоило подождать заявлениями хотя бы полчасика американский мультик грифин объявил украину частью россии дословно я объявляю украину счастью россии а вас мужем и женой смотрим аминь аминь я объявляю украину частью россии а вас мужем и женой поделитесь безрадостным поцелуем в этом мультике вышла довольно интересная серия где освещается российский город челябинск освещается он в исключительно негативных серых тонах. Россия представлена как такое, знаете, мрачное место. В целом это все понятно. Работает американская пропаганда. Нужно каким-то образом оправдать то, что на улицах Нью-Йорка, на улицах Манхэттена, на улицах Вашингтона, на улицах всех других городов крупных Америки, дофига бомжей, дофига наркотиков, непонятно, что происходит и вообще развал и разруха. Чтобы это оправдать, нативно, аккуратненько встраиваются подобные кадры. Типа вот, смотрите, как в России, в другой стране тоже, как бы, большая страна, мощная держава. Посмотрите, как там плохо. И через эти нативные смыслы аккуратненько закидываются идеи. В том числе и что Украина теперь часть России. Увы и ах, такие идеи в эфир просто так не проскальзывают. Мультсериал «Гриффины» принадлежит компании Fox. Такие смыслы просто так в эфир не попадают. Естественно, любые подобные заявления, любые такие контексты, они проходят тысячу согласований. Так что да, друзья, Украина теперь часть России. Но не полностью. Что-то там от Польши, что-то там еще от кого-то. Возможно, будет там какой-нибудь Киев, град, независимый. Но это ладно. На этом новости закончились. Я хочу буквально пару минут поговорить с вами про то, как Украина побеждает Россию. Это довольно важный момент, которому стоит уделить как можно больше внимания. Но побольше я этому вниманию уделю у себя в Телеграм-канале. Ссылочка будет внизу в описании. Смотрите, дорогие друзья, никто не будет спорить, что сейчас идет довольно обширная информационная война. Украинцам в голову пропагандой заколачивается ногами тот факт, что Украина побеждает Россию. С этим ничего нельзя поделать, но с этим можно работать. В свою очередь в России живут очень впечатлительные эмоциональные люди, которые к пропаганде из-за рубежа настроены лояльно и верят всему, что им говорят. Так что давайте с вами немножко обсудим просто по тезисам, чтобы вы, когда в следующий раз слышали какие-то новости о том, как Украина побеждает Россию, немножко понимали, о чем идет речь. Как на сегодняшний день Украина страна, которая побеждает Россию. Начнем по пунктам. Украина сегодня это страна, которая побеждает Россию, но при этом потеряла свою экономику. Экономики у нее больше нет. Украина побеждает Россию, но она потеряла свою армию. Своей армии в Украине больше нет. Жозе Боррель открыто заявляет, что прекратятся поставки вооружения и война закончится. Просто потому, что, ну извините меня, Украина не вывезет. У нее там нечего вывозить. Украина, опять же, побеждает Россию, но при этом существует исключительно на дотации. Чуть ранее, порядка трех-четырех месяцев назад заявлялось, что если Украине перестанут поставлять бабки в огромных количествах, то весь бюджет Украины закончится, ну, буквально через пару месяцев. И денег не хватит даже банально на облат пенсии. Да ладно, на облат пенсии, на обслуживание ЖКХ всяких разных вот этих коммунальных структур тоже денег не хватит. Она просто остановится, загнется, прекратится. Продолжим. Украина это страна, которая побеждает Россию, но при этом она потеряла четверть своих территорий и потеряла треть своего населения. Украина побеждает Россию, но при этом большая часть женщин, которые в репродуктивном возрасте в Украине находились, они все уехали в Европу и теперь свои репродуктивные функции будут выполнять непосредственно там, в Европе. Для немцев, для поляков, для каких-нибудь греков. Но не для Украины и не для украинцев, а там, где-то за рубежом. Но Украина Россию побеждает. Украина побеждает Россию, но при этом суммарный долг страны, Украина, только за прошедший год превысил ВВП Украины в довоенное время. Ну это просто в том году профинансировали Украину в размере всей экономики Украины в довоенное время. Но при этом они успешно нас побеждают. Ну и немножко про социалочку в Украине. Украина это страна, которая категорически социально не ориентирована. Они нас побеждают. Упорно, уверенно. Но при этом у них в порядке вещей коррупция. Намного больше вопросов вызывают чиновники, которые не воруют. Там непонятно, зачем они пошли в чиновники. В порядке вещей то, что медицинское обслуживание платное. Да ладно, медицинское обслуживание платное. Просто роды. Чтобы пойти и родить в больнице по-человечески, нужно заплатить денег. Про какие-то выплаты, помощь, обеспечение в принципе речи не идет. То есть люди в Украине абсолютно как таковые не нужны. Государство в них не заинтересовано. При этом они Россию побеждают. Ежедневно, просто, по всем телеграм-чатам. Ура! Патриоты Украины радуются тому, что вот, смотрите, мы побеждаем Россию, мы идем вперед. Но что-то почему-то они радуются, сидя в подвалах, либо за рубежом. Я так понимаю, это национальная украинская черта. Радоваться победам своей страны, сидя в подвале. Ну, либо не находясь в стране, живя там где-нибудь в Европе. А почему? Да потому что внутри страны находиться невозможно. Вот так вот Украина побеждает Россию. Думаю, приводить обратные примеры со стороны России. Ну, контраргументы не нужно. Вы сами можете привести все эти контраргументы внизу в комментариях, прям по каждому пункту. Ну, а на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите ваше мнение в комментариях. Обязательно ставьте лайк, обязательно делайте репост. Обязательно. Во вторник вечером будет стрим. Внизу, как обычно, есть по ссылочке Donation.io. Если вы хотите и можете, поддержите канал Рублю. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok